А сейчас хотим записать небольшое объявление. В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире, основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube, может стать любую секунду недоступным, и чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы, приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом. Надеюсь, что вы поддержите наше начинание и вступите в наше сообщество в любую удобную для вас социальную сеть. Все ссылки, как всегда, в описании. Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel. Здравствуй, Воронеж! Вот и прошла очередная неделя, и это повод вспомнить о самых главных событиях, которые на ней произошли. Итак, поехали! 2 апреля Воронежский факел проводил свой очередной матч в рамках ФНЛ, который можно было смело считать первым домашним в этом календарном году. В гости в Воронеж приехали гости из Краснодара, команда Кубань, чей домашний стадион парой недель назад огнеопасные использовали как свою домашнюю в игре с московским торпедом. История личных встреч между командами не имеет богатой истории, ведь нынешнюю Кубань со своими известными предшественниками связывает лишь общее название. Но, по сути своей, это совсем другой клуб со своей отдельной историей. Из-за дисквалификации Руслана Магаль стартовый состав факела претерпел изменения, которые можно наблюдать на ваших экранах. Да и руководить командой главный тренер факела Олег Василенко в этой игре не мог из-за семейных обстоятельств. Его место у руля команды занял ассистент Дмитрий Пятибратов. С первых минут игра пошла очень горячо, как раз под стать разгулявшейся солнечной погоде. Уже в первой атаке Кубани Аслан Дашаев прихватил в своей штрафной площади Максима Лаука. И главный судья, ну уж очень сурово, наказал огнеопасных. Дашаева он не моргнув и глазом удалил и назначил пенальти ворота факела. К точке подошел Илья Петров и бесхитростно пробил практически по центру ворот. Алексей Городовой отбил мяч, несмотря на светящие в его глаза солнце, но не смог зафиксировать мяч в руках и кубанцы бросились на добивание. Мяч в ворота они не переправили, но Городовому серьезно досталось в этом эпизоде. Самым главным опасением перед игрой было качество поля центрального стадиона профсоюзов. И оно, к сожалению, оказалось неподобающего качеству. Отсюда и игра команд складывалась максимально просто и прямолинейно. По такому газону было не до комбинаций, и большинство атак проходили в банальных проходах и далеко не всегда точных навесах штрафной. Несмотря на спавшую жару в погоде в игре, градус игры не уменьшался, и незадолго до перерыва команды сравнялись в своих составах. Субтитры создавал DimaTorzok Второй тайм мало чем отличался от первого. Несмотря на большой процент владения мечом, атаки факела выглядели поопаснее, но не более. Концовка матча уже проходила под сильным ливнем. И в последней, чем запомнилась игра, так это очередным удалением в составе гостей. Статистика матча на ваших экранах. Реплика исполняющего обязанности главного тренера факела Дмитрия Пятибратова. Потому что мы все надеялись на положительный результат, да, безусловно, раннее удаление навсегда, у нас все-таки какие-то коррективы, но... Но все равно мы должны... Даже в такой ситуации, когда мы остались десятером, мы имели моменты и... Мы старались темп держать. Понятно, что немножко нужно было перестроиться. Вот, и все-таки как... В последствии выяснилось... Слишком много мы в первом тайме сил, наверное, потратили, потому что тяжело было во втором тайме. Более такое непростое было держать темп. Я в раздевалке поблагодарил ребят, потому что то волю, то старание, которое они сегодня продемонстрировали, то желание, страсть, ну, она лично у меня вызывает восхищение. Результат придет обязательно, если мы будем так же стараться, помогать друг другу, будем смелые и решительные на поле. Но... Момент разочарования есть лично у меня. Сегодня вместо специфицированного Руслана Магаля вышел Василий Чаров на флаг. А воно, мы тискались с его антропометрическими данными, потому что нам, как раз, достаточно рост на соперник, правильно? Ну, вы знаете, мы всегда исходим из возможностей своих футболистов, и у нас разные варианты были. Я думаю, что здесь как бы это был правильный наш выбор, но потом все-таки ситуация на поле изменилась, и... Пришлось немножко перестраиваться. Мы знали, как Вася может действовать в этой позиции. Я не могу сказать, что это был план именно под антропометрию соперника. Просто мы знали, Вася может давать агрессию на фланге, доставка мяча в штрафную, и хотели на этом играть. Да, вы знаете, у Олега было небольшое повреждение в этом промежутке, когда мы работали. Вот, он был вынужден пропустить тренировку, но и очень мы надеялись, что Олег выйдет со скамейки и усилит нашу игру, потому что, ну, его квалификация, она... Ну, мы в ней не сомневаемся. Но, опять, ход игры так складывался, что нужно было принимать решения здесь и сейчас. И, скажем так, то, что мы планировали до игры, вот, мы не смогли воплотить в жизнь, потому что ситуация внесла свои коррективы. Соответственно, у Олега в своем порядке есть высокая игра, и что он уже появится в следующей игре? Да, да, Олег уже сто процентов будет готов с завтрашнего дня приступить в тренировку. Он как бы с нами тренировался. Вот, просто был один момент, когда он не смог полноценно участвовать в тренировочном занятии. Вот, а сейчас никаких опасений нет, он будет готов к следующему матчу. Ну, знаете, тяжело работать неделю, да, строить план на игру, там, какие-то тактические варианты наигрывать. И мы, как бы, отрабатываем даже игру в меньшинстве временами, это нормальные вещи. Мы понимаем, что в футболе такое бывает. Но очень тяжело получить раннее удаление, очень раннее удаление. Конечно, в этот момент надо уже было думать о новый план на игру. Раннее удаление, оно всегда влечет за собой массу перестроений на поле и эмоциональная составляющая. Это был, скажем так, не очень легкий момент для команды. Но я рад, что они с честью вышли из сложной ситуации. Ну, я думаю, что мы четко знаем, что нам делать, и мы планово работаем всегда. Наша задача – это становиться сильнее на каждой тренировке в каждом матче. И мы ставим, единственная цель всегда для нас – это победа в каждом матче. Ну, сезон закончится, мы посмотрим, где мы в итоге окажемся. Вот, давит или не давит, да не давит, не должно давить на нас. Ничего, потому что мы, как бы, у нас стрессоустойчивая команда. Я думаю, что здесь это не является основным фактором. Пожалуйста. Владислав Гринансов, Генеральный спорт. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, вопрос. Второй матч подряд у факела получается так, что удаление. И в матче 7-7 удалось игру во многих дел помнить. И здесь, на протяжении тех 40 минут, чтобы она была в меньшинстве, факел показывал, наверное, один из лучших ответств на протяжении всего матча. Не получается ли так, что факел в меньшинстве играет лучше, чем в равных составах? Может быть, какие-то моменты, морально-голевые качества в этом отношении? Ну, вы правы, потому что момент удаления всегда мобилизует футболистов. Право в том, что здесь сразу на уровне психологии они понимают, ребята, что надо работать за себя и за своего товарища. Здесь, наверное, в разы выдваивается концентрация. Не хотелось бы, конечно, в меньшинстве хорошо играть. Все-таки мы идем к тому, чтобы в равных составах показывать атакующий зрелищный футбол. Не всегда это получается, но я повторю, если мы будем так же самоотверженно, жестко, агрессивно работать на тренировках и в играх, то результат обязательно придет. Андрей Никитин, что происходит с этим футболистом? Потому что качество его футбола в этом году, оно несколько ниже, чем в прошлом сезоне, ну и даже, по ходу первой части чемпионата. С чем вы это связываете? Ну, я не могу сказать, что оно намного ниже качества, да, просто здесь такой момент, что молодые футболисты им свойственно все-таки временами ошибаться. И нам бы хотелось, конечно, чтобы он всегда показывал стабильно высокий уровень, потому что на сборах он выглядел замечательно. Но пока, к сожалению, нам, может быть, здесь не хватает одной победы, чтобы немножко уверенность в своих силах пришла я. Это больше посыл к молодым футболистам, потому что, когда человек на поле выходит, уже нет паспорта. Просто, наверное, они, может быть, менее стрессовоустойчивы. Но я думаю, что Андрей сильный парень и яркие матчи у него еще впереди. Но, хотя сегодня он играл очень достойно, и его замена была вызвана только тактическим соображением, потому что у него была желтая карточка. И он всегда дает агрессию, скорость, эмоции. Немножко перестраховываясь, понимая, что, возможно, будет удаление. Только так. К нему претензий сегодня нету, только похвалить его можно. И заключительный вопрос. Если можно, откройте, мы не идут, но Олег Петрович всегда отсутствует. Какая-то коммуникация на протяжении матча в перерыве, может быть, по поводу других, как главный момент это не было? Да, слушайте, там мы всегда на связи. Все это время Олег Петрович там по семейным обстоятельствам отсутствовал. Но все, как бы вопрос решен благополучно. И он уже будет на ближайшем матче руководить командой. Я надеюсь, и на ближайшей тренировке он тоже будет. Естественно, он главный тренер нашей команды. Мы постоянно с ним обменивались. Я советовался с ним по многим вопросам. И он, ну, как бы держал руку на пульсе, если это естественно. А также игрока Владислава Мастернова. Угрок футбольного клуба «Факел» после матча «Кубань-Факел». Расскажите, пожалуйста, ваши комментарии по этой игре. Сухие нули, мокрая погода, обилие красных карточек и борьбы. Ну да, у нас сразу удалили игрока. Чуть-чуть нас врасплох расстали. Но мы все равно не отталкивались от своей игры. Пытались контролировать игру. Ну, потом удалили у них. Мы уже более выровненно сатаковались. Сегодня что-то мяч в ворота не шел. Вот, нет уголов. За счет чего планировались добавления в игре, замены? На что была нацелена игра в атаке во втором периоде, прежде всего? Ну, чтобы претинговать так же, как мы играем. Через края подачи. Все вперед-вперед, чтобы на соперника нагнетать, чтобы забить гол. Сегодня просто не получилось, почему забить. Будем работать над этим и забивать. Как оцените качество газона? Во втором тайме было видно, что ехали ноги просто. Или это проблемы с шиповками? Ну, газон для меня не удивление. Уже какой год он в это время такой чуть плывет. Газон нормальный. Ножки потели. Просто это уже специфик футбола. Ну, ноги едут. Привычно для всех уже это. Спасибо большое. Удачи в следующих матчах. После этого матча Огнеопасны сохранили за собой третью строчку в турнирной таблице, опережая на 1 очко при следующую Аланию и отставая на тоже 1 очко от московского торпеда. Воронежский губернатор выделил средства на покупку авто для многодетных семей. Помимо выплат в 2022 году многодетные воронежские семьи получат и автомобили. По решению главы региона в текущем году более 38 миллионов рублей направят на покупку семи местных газелей. Автомобили получат семьи, в которых воспитывается 5 и более детей. В прошлом году в Воронеже смертность почти в два раза превысила показатели 2020 года. Об этом в пятницу 1 апреля сообщили в пресс-службе Воронеж-Стата. За 2021 год столица Черноземья потеряла 9549 человек. Тем самым население областного центра снизилось почти на 0,2%. При этом смертность оказалась выше рождаемости вдвое. В прошлом году количество заключенных браков увеличилось на 25%. При этом число разводов в сравнении с 2020 годом составило почти 1%. Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года смертность населения превысила рождаемость в 2,5 раза. Согласно представленным данным, естественная убыль населения составила 27902 человека по всей Воронежской области. В Воронеже переименуют остановку «Строительный институт», расположенную на улице 20-летие октября напротив дома 101, и остановку «Детский мир» на улице Плехановской напротив дома 25. Об этом сообщил единый оператор городских пассажирских перевозок в понедельник 4 апреля. Первая остановка получит новое имя – это остановка строительного института. С четверга 7 апреля она стала называться «Университет правосудия». В пятницу 8 апреля изменение коснулось второй остановки бывшей «Детского мира». 8 апреля она стала называться «Улица Никитинская». 5 апреля расписание движения рельсового автобуса «Белгород-Воронеж» опубликовала пресс-служба Юго-Восточной железной дороги. Первый рейс состоится уже 1 мая. По маршруту отправится рельсовый автобус РА-2. В перспективе на линию могут выйти более быстрые рельсовые автобусы РА-3. Регулярное сообщение между двумя региональными центрами начнется 7 мая по субботам двумя составами. Из Воронежа поезд будет отправляться в 6 часов 50 минут и прибывать в Белгород в 11 часов ровно. Обратно в 6 часов 13 минут с прибытием на станцию «Воронеж-1» в 22 часа 23 минуты. Движение второго состава из Белгорода запланировано в 6 часов 57 минут с прибытием «Воронеж» в 11 часов 7 минут. В обратный путь поезд отправится в 17 часов 2 минуты и прибудет на станцию «Белгород» в 21 час 12 минут. Остановки рельсовых автобусов предусмотрены на станциях «Прохоровка», «Ржаво», «Губкин», «Старый Оскол» и «Косторное Новое». В Воронеже объявили торги на поиск подрядчика для строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. Мэрия готова выделить на эти цели почти 2 млрд рублей, как сообщила пресс-служба городской администрации во вторник 5 апреля. Наступила среда 6 апреля и «Воронежский факел» провел свой очередной матч в рамках ФНЛ, на этот раз в Москве со второй командой «Спартака». Из-за удаления в прошлой игре с «Кубанью» и общего перебора желтых карточек в этой игре не смогли принять участие сразу трое человек – Аслан Дашаев, Андрей Мендель и Максим Максимов. Но он зато вернулся в состав, отбыв дисквалификацию Руслан Магаль. В связи с этим претерпел изменение стартовый состав огнеопасных, которые вы можете наблюдать на ваших экранах. Также на тренерскую скамейку вернулся Олег Василенко. Уже оглядываясь на итог матча, стоит признать, что пока «Факел» проваливает весеннюю часть турнира. Пропала игра, которая летом и осенью приносила команде результат. Практически все атакующие действия сводятся к навесу штрафную. Больше ошибок допускается в обороне. Конкретно в матче со «Спартаком» воронежцам не хватало скорости, их раз за разом перебегали молодые москвичи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Отсюда и очередное обидное удаление, именно нашего защитника – капитана команды, внимание, П'ячиновича. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да и оба пропущенных мяча также во многом связаны с недостатком скорости в отдельных моментах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Реплика главного тренера факела Олегу Василенко Стыдно, что проиграли и надо собраться На мой взгляд, здесь да, мы проиграли За поражение стыдно, много чего-нибудь не получалось Когда не получается, надо вгрызаться Сейчас нам надо, мы споткнулись в такой этап жизни И здесь надо вгрызаться вообще, доставать из себя все Значит, надо двигаться дальше и дальше уже должен быть Должен и обязан быть другой настрой и исправление ситуации А также игрока Романа Акбашева После матча Спартак 2 факела, Роман Акбашев, Роман, что в первую очередь не получилось в атаке? Да сложно сказать, вообще многое не получалось сегодня, не знаю с чем это связано Насколько сильно сказалось отсутствие Максимова и Менделя? Да у нас есть другие футболисты, которые могут их заменить В принципе, они, конечно, основные игроки Но как получилось, так и получилось Впереди еще несколько матчей, факел в числе тех команд, которые будут бороться за выход в Российскую Премьер-лигу А вот то, что серия неудачная уже из четырех матчей, как-то вот давит морально или пока еще? Или об этом стараетесь не думать? Стараемся не думать, конечно, не выигрываем, да Но осталось 7-8 игр Надо обязательно сейчас собираться все вместе и работать И обязательно выигрывать и справлять ситуацию Все, спасибо! Несмотря на это обидное поражение, факел все еще удерживает третью строчку в турнирной таблице Хоть отрыв от второго места, занимаемого московским торпедой, и вырос до двух очков Да и на хвосте у команды теперь остаются СК Хабаровск и Алания, которые отстают всего лишь на одну очко Теперь самое главное сделать правильные выводы в сложившейся ситуации и исправить допущенные ошибки Еще ничего не потеряно Очередная интересная статистика в наших новостях Данное опубликовала Генпрокуратура РФ 6 апреля По ним Воронежская область вошла в топ-5 регионов по количеству полученных чиновниками взяток Заняв непочетное четвертое место Всего прокуратура зафиксировала 58 таких случаев Более жадными оказались чиновники только в Татарстане, Московской области и Москве В Воронежской области на обновление автопарка для пассажирских перевозок закупят 63 низкопольных автобуса большой вместимости на метане На эти цели планируется направить почти полтора миллиарда рублей Нарушения дорожных правил на выделенках камеры начали фиксировать с пятницы 8 апреля Старт рассылки штрафов анонсировал глава госавтоинспекции региона Первая выделенка в городе появилась осенью 2020 на Северном мосту Камеры на выделенках установили почти сразу, но они не работали И вот теперь они наконец-то готовы для того, чтобы фиксировать нарушения А в перспективе ловить здесь нарушителей возможно будут не только стационарные комплексы Но и также камеры расположенные на автобусах и маршрутках В Воронеже сразу 11 автобусов изменят свои маршруты следования Обновленная схема движения городских автобусов начнет работать с понедельника 11 апреля Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации Изменения коснутся следующих маршрутов Номер 3, 5, 41, 47, 63, 78А, 80, 86, 104, 113, 113КШ и 115 А сейчас хотим записать небольшое объявление В связи с текущим положением дел в нашем стремительно меняющемся мире Основная площадка для размещения нашего контента, то бишь YouTube Может стать в любую секунду недоступным И чтобы не потерять все то, что было наработано за долгие годы работы Приходится осваивать новые площадки, чтобы продолжать делиться, собственно, контентом Надеюсь, что вы поддержите наше начинание И вступите в наше сообщество в любую удобную для вас социальную сеть Все ссылки, как всегда, в описании Берегите себя и до скорых встреч на канале Ray History Channel И на этом сегодня все Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить больше новости А также поставьте лайк этому видео Приятных вам выходных, воронежцы И до встречи на следующей неделе Субтитры сделал DimaTorzok